Продолжение следует... 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 То есть там уже мутантный пресинилин, тоже один из белков, мутации которого вызывает болезнь Альцгеймера. Что еще было сделано? Мы оценили влияние гиперэкспрессии этого белка на пресинаптические и постсинаптические белки. Здесь представлена краска на пресинаптический белок синапсин. Заметно, что при гиперэкспрессии B3 размер этих кластеров возрастает, как их плотность. При бета он снижается, но если при условиях, когда присутствует бета-амилоид, то есть это токсические условия, гиперэкспрессия B3 защищает нейроны от его влияния. То же самое было показано, но уже с белком постсинаптической плотности, белком по PSD95, это тоже иммуно-гистохимическое окрашивание. При гиперэкспрессии B3 значительно увеличивается плотность этих кластеров и их размер. Далее мы перешли к экспериментам, связанным с кальциевой сигнализацией. На нейроны, трансфицированные генетически кодируемым кальциевым сенсором G-CAMP, аплицировался кофеин, который является органистом рианодиновых рецепторов и измерялся кальциевых от изомплазматического ретикулума. При гиперэкспрессии белка B3 этот выброс значительно возрастает и в сравнении с контрольной группой. Далее нам было показано, что действительно эти белки взаимодействуют, был определен сайт этого взаимодействия, и возникло несколько вопросов. Достаточно много было исследований накоплено по белку STIM-1, это гомолог STIM-2, но который специфичен не для нейронов, а для электроневозбудимых клеток. И там результаты были несколько противоположны нашим. То есть если снизить экспрессию EB1, это тоже гомолог EB3, который больше специфичен для нейронов, то наоборот увеличивается ДПО-управляемый вход кальция, и нарушение взаимодействия STIM-1 с EB-белками стимулирует образование кластеров и усиление ДПО-управляемого входа кальция. Наши результаты показали, что мутантная форма STIM-2, здесь я их не привожу, она нефункциональна. Если мы гиперэкспрессируем ее в условиях бета-амилоида, он теряет свою нейропротекторную функцию. Экспрессия EB3, наоборот, обладает синопропраторным эффектом и усиливает ДПО-управляемый вход кальция. Наша задача была поставлена как раз сравнить эти два белка вместе, выяснить, в чем разница таких достаточно разительных результатов. Мы использовали мутантную форму, известен был сайт связывания, мы его определили и сделали мутантный вариант, где вот эти две аминокислоты, критические для взаимодействия с собой белками, были заменены на два спарагина. Также использовалась такая же плазмида, но для STIM-1. Нам ее предоставили наши коллеги из лаборатории Джен Лиоу, которые тоже занимаются тем вопросом, но не в нейронах. Чтобы это выяснить, мы наладили методику экспансионной микроскопии, потому что белки STIM формируют кластеры, обычной микроскопии их невозможно разрешить, можно использовать TIRF, но недавно появилась экспансионная микроскопия, в чем ее суть, кратко сейчас расскажу. Тем, что не аппаратным или программным способом увеличивается разрешение, а увеличивается самообразец. Можно поместить клетку в гель, залинкерить все белки, которые там есть к этому гелю, и потом этот гель расширить при помощи ионных сил. Таким образом, у нас микроскоп остается тот же, а образец, наоборот, становится намного больше по размеру до 10 раз, и мы можем разрешение его увеличить и исследовать кластеры. Здесь представлен рисунок, он такой более показательный, потому что здесь срез мозга, вот срезы мозга до расширения, а вот после. И такой очень интересный, полезный побочный эффект, что ткани становятся прозрачными, и мы можем делать изображение, уходя глубоко в эти ткани, и нам жиры, которые присутствуют здесь, они нам не мешают и не создают лишний шум. Здесь представлен наш пайплайн этих экспериментов, это клетки линии ХЕК, трансфицированные белком Стим, дальше они окрашиваются, применяются экспансионной микроскопией, дальше в программном обеспечении спот-детектора определялись кластеры, их размеры, ну и проводился анализ. Хотелось бы еще отметить, что также представлен анализ кластеров белка IP3 в срезах мозга в данной статье, чем он полезен, тем, что тут уже ТИРФ микроскопия не справляется, так как ткани, они достаточно плотные, и сама эта структура эндомософтического ретикулы лежит глубоко от поверхности, там уже тоже ТИРФ микроскопия не справится, но экспансионная микроскопия за счет того, что срез становится прозрачным и большим, позволяет нам также вот такие кластеры этих белков тоже анализировать. Вот полученные данные. Здесь для белка стим-1, что соответствует литературе, что количество кластеров возрастает при наличии данной мутации, также если мы опустошаем кальциевое депо при помощи блокатора кальциевого помпа и серки тропсигаргина, мы также в бескальциевой среде, то есть стимулируем образование кластеров в депо, управляемый вход, то тоже наличие мутации улучшает эффект количества кластеров, и их площадь возрастает. Но для белка стим-2 мы не наблюдали такого эффекта, более того, он даже противоположный. Здесь представлены предварительные данные, которые мы еще будем уточнять. Но такого возрастания нет, даже наоборот, есть тенденция к снижению количества кластеров в белке стим-2, если там есть мутация связывания с ЭБи белками. Здесь представлены репрезентативные изображения этих кластеров, которые были получены на клетках ленихиек. Дальше мы перешли к нейронам. Здесь представлены изображения гипокопальных нейронов, которые были трансфицированы флуоресцентной, связаны с флуоресцентным белком флазмидой стим-2, либо мутантной стим-2, которая не может взаимодействовать с обеих белками. И тоже было два условия. Это нормальная кальциевая среда, и среда, где нет кальция, есть блокатор кальциевой помпы, который стимулирует образование кластеров. Обычный белок стим-2 без мутации, он при опустошении кальциевого депо транслоцируется в шипики. Здесь они отмечены звездочкой, в которых были найдены кластеры данного белка. Но если белок мутантный, в норме практически отсутствуют шипики, в которых есть белок стим, и при опустошении депо тоже буквально тут один шипик был найден, куда заходится белок стим-2. Можно сделать вывод, что взаимодействие с обеих белками крайне важно также для транслокации белка стим в дендритах для запуска депоуправляемого входа кальция. Здесь представлены тоже свежие результаты, которые предварительны. Для того, чтобы изучить эндоплазматический ретикулум и его транслокацию в дендритных шипиках, можно использовать окраску на маркерный белок синоптоподин, который является белком, который присутствует в шипиковом аппарате, формируемом цистернами ЯР. Здесь, если мы гиперэкспрессируем обычную форму стим, видно, что большое количество шипиков содержит шипиковый аппарат внутри. То есть уже отмечено звездочками, чтобы было лучше видно. Но если это мутантная форма, то ни один шипик здесь не содержит шипиковый аппарат, что тоже нас наталкивает на мысль о том, что взаимодействие данных белков важно не только для депоуправляемого входа кальция, но и для распространения эндоплазматического ретикулума по клетке. Тут забыла сказать, хотела бы отметить, что для белка стим-1 это уже известно, что белки стим-1 связываются с белками B1, и таким образом эндоплазматический ретикулум может по клетке путешествовать. Это не основной способ его движения, но один из таких, которые могут присутствовать. Но в нейронах это не было изучено, и мы приступили к этим исследованиям на дендритах. Что еще хотелось бы сказать, что в нейронах и нами было показано, что именно зрелые синапсы, они как раз характерны для них в присутствии белка стим-2, а стим-1 он больше локализуется в соме, иногда в дендритах, либо в развивающихся синаптических контактах, что тоже может быть причиной вот такого различного их влияния взаимодействия с белками на их функцию. И здесь последний уже слайд. Хотели тоже проверить идею, что это может быть связано с движением эндоплазматического ретикулума. Здесь представлено изображение эндоплазматического ретикулума при гиперекспрессии белка AB3. Опять же, при гиперекспрессии белка AB3, который связан со стимом, сформирует этот комплекс. Количество дендритных шипиков, содержащих эндоплазматический ретикулум, значительно увеличивается. Если белка AB3 нет, таких шипиков практически, их количество значительно снижается. Что же нам позволяет сделать вывод, что этот комплекс связан именно с движением эндоплазматического ретикулума в эндритах и эндритных шипиках? Будущие наши исследования, которые уже проходят сейчас, мы хотим все это подтвердить с точки зрения кальциевого имиджинга. И пока наши результаты подтверждают представленные здесь исследования. Хотела бы поблагодарить членов коллектива, которые были вовлечены в данные исследования. Это Раковскую Анастасию Чигаре и Маргариту. Также Марина Андреев, они здесь присутствуют, которые тоже подключились к этому проекту уже чуть позже. Сейчас занимаются этими свежими исследованиями, которые были представлены. Всему коллективу, без прозванного Люборисчева, вот он тоже здесь сидит, Ольга Леонардовна и Джен Лио, которая предоставила нам плазмиду СТИМ-1 для проведения данных исследований. И здесь представлен QR-код. Если вы хотите ознакомиться со статьей по определению кластеров в белоках при помощи экспансионной микроскопии, пожалуйста, мы будем готовы ответить на вопросы, если они у вас возникнут. Спасибо. Большое спасибо. Но вы так компактно доложились, что вы можете прямо сейчас ответить на вопросы, которые возникли коллеги ЮАВелкам. Вот так вот бывает. Вот и оставляем время на вопросы. Хоть один вопросик. Ну хотя бы от камень от вас. Озадачился народ. Ну что можно сделать? Если будут вопросы, пишите на почту. Большое вам спасибо еще.